всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня буду с вами делиться рецептом очень вкусным рецептом цыплят то пока это мой способ это я его изобрела но может быть и в принципе где-то он очень где-то близко с натуральным цыпленком до приготовления цыпленка но вот этот вариант мне кажется на мой взгляд самый лучший а еще я вам расскажу как я делаю вот этот такой прекрасный и вкусный гарнир к цыпленку ну что заболтала я вас поехали сейчас все расскажу мам вкусно вкус обалденный очень вкусно да вот чувствуется разница между курицей и вот с такими маленькими цыплятами да все сюда да да очень очень вкусный ну что приятного аппетита вам спасибо мне некогда разговаривать на работе это очень вкусно вот у нас вот с вами вот такой цыпленок он буквально маленький видите какой что нам нужно с вами сделать отрезать вот эти вот вот эти вот части крыльев они не нужны я кошкам их отдаю они здесь совсем не нужны потому что они сгорят и от них только запах будет но если они сгорят соответственно потом я переворачиваю а цыпленка на живот и вырезаю вот эту часть позвоночник вырезаю вместе с хвостиком вот вырезала да и у нас уже он развернется совсем по другому вот я здесь сделала смотрите вот он видите вот так вот я вырезала спинку вырезала и вывернула его уже вот так вот 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 у нас весь животик лежит вот здесь вот посерединочки а вот здесь вот этих боков был позвоночник потом у нас что мы с вами еще делаем мы с вами делаем сейчас расскажу обязательно вот здесь вот есть легкие это все я вырезала вот вот здесь лишнюю кожу отрезала взяла просто вот так вот оттянула и отрезала ножом вот здесь лишняя кожа была тоже оттянула это уже отрезала а здесь бывает зоб что такое зоб у курицы сейчас покажу это вот такой пищевод вот типа трубка такая вот видите вот она вот здесь вот где-то может проходить это тоже нужно все вытащить весь через пищевод проходит остается может какая-то крупинки или что-то курить курицы когда ест вот зобу может здесь остаться поэтому вот все здесь вот легких от легких все почистила помыла все аккуратненько сделала вот такую красоту навела да вот теперь что я буду делать а еще забыла вам добавить да если есть какие-то небольшие волоски ничего не не полю не опаливаю просто вот так вот руками аккуратненько все снимаю она прям легко все снимается но это я еще плохо пересмотрела вот видите все все снимается легко вот не про не опаливаю потому что они маленькие они просто их готовить значительно быстрее нежели чем кур поэтому пока вы будете их опаливать они у вас уже могут на 50 процентов приготовиться поэтому аккуратненько все по можно даже под струю воды все это вот так вот аккуратненько пройдете посмотрите да вот чуть-чуть вот так вот она прям очень все легко все снимается да да не так много этого всего на каком-то есть на какой-то курочки маленькой есть она какой-то даже и нету вот все хорошо промыла цыплят а потом перед тем как начну жарить я обязательно их насухо вытру бумажным полотенцем чтоб всю влагу чтоб всю всю влагу они в себя впитали ну вот курочка я обработала уже все полотенцем бумажным я их насухо вылетела держала в одной руке курочку и вот так вот вытирала вот так вот вытирала можно полотенцем все они у меня абсолютно сухие вот теперь что я делаю что делаем теперь мы достаточно вот так вот чуть-чуть их посолить чуть-чуть да и немножко вот так же вот чуть 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 я сыплю сушеный чеснок вот переворачиваю да и все то же самое делаю с другой стороны обязательно об видеть проглядела волосы но ничего страшного бывает вот и опять все то же самое чуть-чуть с этой стороны посолили немножечко да немножко также опять посыпали сушеным чесноком я его не жалею я его так прям им уже конечно можно побольше вот все потом взяла свою любимую сковородку она у меня страшно это мне как раз специально для цыплят включила на большой огонь и дала вот она уже фактически нагрелась немножечко сейчас убавлю чуть-чуть убавлю наливаю растительное масло что у нас с вами донышко прикрылась вот видите какое количество растительного масла ну я так думаю наверное грамм 5070 я налила так даю ему еще немножечко разогреться пока мое масло разогревается я уже включила гриль в своей духовке на 215 градусов эту фонд это эту процедуру можно в принципе отменить можете просто пожарить если у вас есть сковородка гриль то можете просто на ней пожарить будет будет также вкусно так наши с вами масло разогрелась и я отправляю это все делаем теперь я ставлю обычную тачку огонь у нас с вами не должен быть сильным очень сильным вот он где на среднем огне будем жарить буквально минут по 5 с двух сторон это если вы будете отправлять гриль а если вы не будете отправлять гриль то в принципе я думаю минут 7-10 с двух сторон и цветы ваши будут фактически готовы но все равно досмотрите видео до конца потому что это еще не все почистил и вот таких вот пять зубчиков у меня небольшие крупные чеснока выдавила все это через чеснок отдавку где-то получились большие кусочки у меня это даже ничего страшного прям вот совсем не мельчила ну а сейчас я просто на скорую руку вам покажу с каким гарниром и как я это все дело делаю я с каким гарниром я подаю своих цыплят дела кабачки просто помыла не чистила они абсолютно маленькие молоденькие но где-то если если есть такие которые неприятные моменты которые вам кажется их лучше срезать вот разрезала пополам кабачок и буквально еще раз вот эти половины на половинке и вот такими произвольными большими кусочками забыл добавить пока я жарила свои кабачки вот две штуки я жарила резала кабачки я поставила на огонь сковородку уже другую и наливаю сюда растительное масло даю ему немного так как сковородка моя уже нагрелась много ему нагреться сейчас отправлю туда свои кабачки кабачки я не солила единственное помыла обрезала нарезала после того как помыла я их тоже так же вытерла чтобы у меня здесь ничего не вызвало а корочка наша продолжает варится пока на одной стороне это я все пока делаю сейчас сюда кабачки отправлю аккуратно чтобы не брызгалась прям рукой отправлю кабачки они у меня стоят на большом огне а тем временем я сейчас пока вот сидела прикладки перевернула покорился положила рядом и буквально так вилки и так все я же буду буду делать так смотрите какая красота правда да вот так аккуратненько вот так вот есть все и так все перевернули потом опять берём нашу карелку ставим сверху и возвращаемся на место а здесь у нас с вами просто перемешиваем вот на этой стадии когда они уже немножко маслом их обволокло я уже много присаливаю а так как я очень люблю сусон и чеснок то еще сверху посыпаем сусоном чесноком перемешиваю даже скажем так вот немножко не у нас с вами прихватили все теперь на этом этапе я это все дело у меня такой противень красивый замечательный отправляю противень свой и я их потом также вместе с цыплятами отправлю в духовку вот видите кабачки это они же в принципе я так думаю процентов на 70 потому что на 90 состоит из воды видите сколько из них водички сока вытекает если сразу посолить то будет сок брызгать не солите сразу солите под конец ну и вот и сегодня мне еще почему-то захотелось добавить так это слегка желтого цвета свое блюдо и я решила еще добавить кукурузы у меня она абсолютно вареная запаянная я ее покупаю она по моему нас я не знаю в пятерочке или где-то продается вот в таком виде вот сейчас у меня задача и и я единственное и кусочками вот так вот порежу порезала я кукурузу это конечно сделать непросто но иногда делаю знаете как на нож ставлю и потом молоточком которым я отбиваю мясо вот им просто стучу и она хорошо хорошо режется вот теперь я отправляю свою кукурузу в эту же сковородку а не для того чтобы пожарить это для того чтобы разогреть потому что город кукуруза моя лежала в холодильнике и она остыла а так как кабачки горячие они просто реально сейчас очень сильно остынут вот ну и чуть-чуть час на большом огне тоже также и чуть-чуть я буквально у меня задача чтобы это все тоже ой в масле оболокло эти вот наши початки кукурузные вот а потом к ним хорошо очень смог привезли представляете какая-то на то я иногда даже шлуху вот так же вот сделаю кукурузку вот иногда бывает покупаем маленькую картошечку такая нами не буквально пять минут не чищу ничего пять минут отвариваю вот она закипела буквально пять минут вот все то же самое что вы сейчас видите я проделываю с картошкой я его выкладываю на сито чтобы вода стекла так как она горячая она сохнет быстро и потом я просто вот сюда ее переваливаю бывает иногда даже маленькую знаете для фитнеса и для чего-то морковку продают морковку могу спаржу в принципе таким же видом готовлю тоже буквально минут пять проварила и откинула на сито и буквально так же вот чуть-чуть вот буквально две-три минуты дала немножко ну как это того не обжарила это у нас с вами задача чтобы это все обволокло маслом больше ничего просто красивее будет не будет сухо помните мы с вами чеснок выдавливали вот у нас с вами от картошки от картошки от кабачков мы уже заливаем кипящим чесноком еще и еще кипящим маслом наш чеснок и еще у нас останется с вами масло от пережарки цыплят и я вот тоже сюда же залью этот наш с вами чеснок так если у вас есть остро сладкий соус любой остро сладкий соус я вообще соусы очень всякие люблю поэтому меня есть вот 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 такой вот ну они разные фирмы бывают чуть-чуть буквально немного поливаю вот этому соусу он даст свою остроту перемешиваю все и такую вот сладость еще добавит ну в общем необычные такой будет на вкус это будет очень вкусно так это то что это у меня мотается это видимо наверное а по это от кукурузы волос вот ну и вот так вот красиво все раскладываем а сверху сейчас выложим сюда своих цыплят ну что дорогие мои так как я буду своих цыплят еще у грех готовить чтобы они были более сочные поэтому я на этом этапе на этом этапе будет вытаскивать и выкладывать на свой карнир вот видите тут на эту красоте такая красота вот это масло шипящая сейчас добавим наш чеснок все выглядит ох даже и поставить камеру фактически работаем в онлайн-режиме так сейчас я возьму наверное ложку столовую так газ мне не нужен вот плиту специально не отмывал потому что ребят готовьтесь что у вас она будет после цыплят забрызганная так перемешали и вот теперь смотрите мы что делаем мы теперь вот это вот все вот так вот так вот уже красиво правда уже это просто нереально во-первых запах не мира невероятный от этого чеснока если вы любите поострее то в принципе можете цыплят еще черным перцем посыпать может быть кто-то острой паприкой но это уже на вас вкус это уже на желание как вы любите я не очень я люблю вот чтоб чеснок был так а вот теперь вот самое интересное вот так вот еще я конечно еще поливаю всю 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 свою весь весь свой гарнир вот все и теперь отправляю в гриль отправили в гриль в разогретый гриль до 200 5 15 градусов на буквально ну я так думаю наверное на 20 минут может быть даже минут 15 но буду поглядывать ой нету сторону кучу ты что ж так вот уже вот так ну все а тем временем пока можно нарезать какой-то салатик что-нибудь еще сделать пока у вас ваши ваши цыплята стоят в духовке так ну что заглянем что у нас там сразу видите ну я еще все таки минут на 5 оставлю прям я правильно я сказал 20 минут